Поехали. Дорогие друзья, привет всем. Олимпиада Лобачевского прошла в этом году, как всегда, в городе Казань. 1 декабря, прямо в выходной день, в воскресенье, в день его рождения. Олимпиада Лобачевского – замечательное мероприятие, которое я всегда всем о нем информирую, всех о нем информирую, всем рассказываю. А на этот раз Эдик попросил меня разобрать наиболее красивые задачи, которые были там. Вообще, мне многие задачи понравились, но те, которые многие, я еще не порешал, не успел решить. Поэтому я решу те две, которые я решил практически сразу. И потрясающе, что одна из них не была решена никем вообще. Это последняя. Возможно, что до нее просто не добрались. А возможно, что везде вообще, по всему миру прекратили вести такой замечательный предмет, как геометрия Лобачевского. И с этим связано. Короче, задача такая. Вася нарисовал правильный пятиугольник с прямыми углами у вершин. Нет, это не бред сумасшедшего. Сейчас мы про это поговорим. И нарисовал равный ему по площади правильный треугольник. Вопрос, какие будут углы у этого правильного треугольника. Ну, в этом месте не надо думать, что автор задачи сошел с ума. А надо понять, где это происходит. Ну, где это происходит, можно понять, если вы приехали на альпиаду Лобачевского в город Казань, где он работал. То ясно, что все это происходит на плоскости Лобачевского. На плоскости Лобачевского прекрасно можно предъявить пятиугольник с прямыми углами. Ну, модели на полуплоскости. Ну, что-то вот такого рода. В общем, без проблем это все делается. И треугольник, соответственно, равный ему по площади тоже. Типа вот так будет выглядеть. И нужно просто вспомнить одну важную формулу, которая верна и в сферической диаметрии, и в геометрии Лобачевского. Только в разную сторону, так сказать, она верна. В сферической диаметрии сумма углов любого треугольника больше 180 градусов. А на плоскости Лобачевского она всегда меньше 180 градусов. И вот что интересно. И там, и там, ну, давайте напишем модуль, да, модуль разности между 180 градусов и суммой углов треугольника, вот этот модуль пропорционален площади вот этого треугольника. То есть, недосдача, дефект, как говорят, да, на плоскости Лобачевского это всегда положительная величина. Сумма углов любого треугольника меньше 180 градусов. На сфере, наоборот, больше. И вот это вот называется дефектом, и он пропорционален площади. Ну, а теперь уже, как бы, дальше все понятно, да, то есть, дефект у пятиугольника тоже, естественно, будет пропорционален площади, потому что его можно поделить на два, на три треугольника. И если про каждый из них верно, что дефект пропорциональной площади, то и дефект пятиугольник. Только в пятиугольнике уже 3π, естественно, нужно из 3π вычитать, вот, вычитать сумму углов. Ну, и это означает, что дефект у этого пятиугольника будет такой же, как дефект у этого треугольника, раз у них были равные площади на плоскости Лобачевского. Вот, но дефект здесь, соответственно, 3π минус 5 раз по π пополам равен π пополам. Значит, у треугольника дефект тоже π пополам. Значит, сумма углов треугольника не π, а π пополам. π минус π пополам, да? Ну, и, значит, каждый угол 30 градусов. Это и есть правильный ответ в этой задаче. И то, что никто ее не решил, означает только одно, что никто не знал геометрии Лобачевского, что, конечно, странно. Продолжение следует...